Это долгожданное письмо от сына солдата Фаине Афанасьевне передали соседи. Её Алёша писал настолько мелко, что на почте не разобрали номера квартиры. Вместо 33-й принесли 88-ю. Весточки с горячей точки приходили и так очень редко. А тут ещё и поиски нужного адресата невозможно затянулись. Он был в горах где-то, и писем, я, говорит, мог получать, ним сбрасывали с вертолёта, а от него мы не получали ничего. Поэтому не было писем. Вот пока не было писем, видите, он погиб. И когда его хоронили, пришло письмо. Вот так последнюю весточку от сына Фаина Афанасьевна получила уже в день его похорон. В письме он, наверное, как и все другие солдаты того времени, справлялся о здоровье родителей, спрашивал о делах друзей и обязательно обещал, что всё будет хорошо. Филателист Геннадий Пущин, в прошлом советник посольства СССР в Афганистане, занимается полевой почтой уже много лет. В его руках за эти годы побывали более тысячи экземпляров таких весточек с поля боя. Автор каждой из них, уверен Геннадий Пущин, это герой. Именно поэтому он принял решение изучить биографию каждого афганца-нижегородца и увековечить память о них любимым ему способом. В почтовых карточках. Открытки с литерой «Б» – это особый вид, пересылаемый по почте без марки. Каждая из ста представленных им карточек содержит биографическую справку о воинах-интернационалистах. Выпуск каждый приурочен к юбилею своего героя. Конечно, к сожалению, большинство открыток посвящений героям выпущено посмертно. В экспозицию вошли конверты последних писем солдат. Например, это последнее письмо солдата Максимова маме. Каждую весточку от сына она пронумеровала. Юбилейное 50-е стало крайней. Сын погиб в 85-м в бою с душманами на пакистанской границе. Был награжден орденом Красной Звезды посмертно. А эта карточка посвящена герою Советского Союза Владимиру Анатольевичу Кучеренко. За время своего пребывания в Афганистане он совершил более тысячи боевых вылетов. Конечно, я был в шоке. Просто у каждого, можете посмотреть, там 100, там 24, там 176. Ну, вот такое количество примерно, которые совершили там. Ну, кто-то был там год, кто полтора. Он пробыл там полностью два года. Ну, 1200 – это вот в день 4-5 раз влетал. Каждая открытка, представленная здесь, отмечена штампами. Гордость Нижегородской области и вечная память героям. Любовь Рубальченко, Максим Веселов. Объективно. ННТВ. Гордость Нижегородской области.